Добрый вечер на часах 19.50. Это значит, что у нас уже все готово к тому, чтобы начать программу PSInform. Самые актуальные темы и новости региона. Все, что действительно волнует каждого из нас. К дискуссии мы приглашаем и вас, уважаемые телезрители. Телефон прямого эфира 639-717. Звоните и высказывайте свою точку зрения. Задавайте свой вопрос. И вот, что вы сегодня увидите. Гости нашей студии в эту среду. Заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. С ней поговорим об одной из самых резонансных тем недели – новом областном законе о поддержке семей, воспитывающих детей. О нем также выскажутся депутат Госдумы Ольга Епифанова и депутата облсобрания Юрий Шаров. Также в эфире новости из наших корпунктов Новодвинска, Наринмара и Северодвинска. Итак, мы начинаем. С 1 января этого года в силу вступил федеральный закон, согласно которому каждый субъект нашей страны получил право самостоятельно ввести критерии нуждаемости при определении мер социальной поддержки. Проще говоря, льготы и пособия теперь будут начисляться только тем, кто в этом действительно нуждается. В Архангельской области введение этих критериев совпало с разработкой нового областного закона. Называется он «О государственной поддержке семей, воспитывающих детей в Архангельской области». О нем и поговорим с заместителем председателя правительства региона Екатериной Прокопьевой. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем задать наш первый вопрос, я напомню зрителям, что мы работаем в прямом эфире 639-717. Это телефон нашей студии, его вы видите на экране. Звоните, спрашивайте, комментируйте. Екатерина Владимировна, вообще, почему потребовалось создать новый областной закон о поддержке семей с детьми? Прежде всего, потому что поступало немало предложений о корректировке тех или иных норм, которые уже сегодня действуют в рамках областного законодательства. Этих законов, которые регулируют отношения семьи, детей, достаточно много. И они не очень удобны для применения, прежде всего, непосредственно самим семьям. Поэтому на площадке областного собрания прозвучало такое предложение. И, конечно же, мы все активно включились в эту работу. Вы не раз говорили о том, что в новом законе планируете сохранить уже все существующие меры социальной поддержки. Давайте поговорим о них поподробнее. Вот, например, то, что каждая женщина, родившая ребенка, первого получит 30 тысяч рублей. Не каждая женщина в определенном возрасте. И для этого тоже был набор соответствующих причин, о которых я с удовольствием поделюсь со всеми. Итак, какой возраст? Это от 22 лет до 24 лет включительно. То есть, если женщине исполняется 22 года, и до того момента, пока ей не исполнилось 25 лет, начиная с 2016 года, с 1 января, она имеет право на поддержку из областного бюджета в размере 30 тысяч рублей в случае рождения первого ребенка. Хорошо. А почему именно этот возраст? А если ребенок родился в 25, если в 30 лет, то все? Очень хороший вопрос. Он действительно обоснованный. И мы достаточно долго рассуждали на эту тему на площадке областного собрания депутатов в рамках рабочей группы, которая сформирована из различных представителей. А обстоятельства самые простые. Научные исследования, социологические исследования показали, что у нас в Архангельской области средний возраст женщин, которые рождают первого ребенка, более 26 лет. То есть, 26-4 десятых года. Согласитесь, что позднее рождение первого ребенка сокращает возможности для рождения второго, третьего и последующего. В целом, все это негативно складывается на демографии России, демографии конкретной области. Но тут нельзя и перегибать палку. Если мы просто обозначим, что те, кто до 25 лет, пожалуйста, женщины, вы имеете на поддержку, то не мудрено, если мы вдруг получим бум рождения среди 16-летних подростков. Поэтому, конечно же, мы обратились к экспертному мнению медицинских работников и получили ответ, что оптимальный возраст для рождения первого ребенка, начиная с 22 лет. Мы обязательно продолжим эту дискуссию. Просто мне подсказывают, что у нас есть первый вопрос. По телефону 639-717. Что-то с технической связью, поэтому мне его сейчас передают редактор. Архангел Огородка Евгения Попова спрашивает, она сейчас беременна третьим ребенком, и она интересуется, сохранится ли льгота, видимо, просто уже сразу заранее волнуется. Льгота при рождении третьего ребенка и последующих, конечно же, сохранится. У нас есть специальные меры выплаты для мам, которые принимают решение о рождении третьего ребенка. Это ежемесячная денежная выплата. О размерах, подходах можно всегда уточнить в отделениях социальной защиты. Но это порядка 12 тысяч. Дополнительная выплата к тем, что и другие, какие еще имеются в месяц. Я напомню нашим зрителям, телефон прямого эфира 639-717. Звоните, пожалуйста, и наши гости будут рады ответить на любой вопрос. Давайте вернемся с первенцами. Хорошо, вот вы ориентируетесь на то, что на медицинские показатели. Но согласитесь, наверное, вы с тем, что сегодня все равно женщины больше и чаще рожают после 30, когда уже есть и стабильная работа, и стабильный доход, жилье. Вот что, никак им не получить помощи от гостей? Вы знаете, мы ведь, когда говорим о мерах социальной поддержки, они направлены не на то, чтобы раздать деньги всем заслужащим того. А любая женщина, принимающая решение о рождении ребенка, действительно заслуживает награды. Я в этом уверена, как мама. Мы говорим о том, чтобы стимулировать рождение первых детей в более раннем возрасте. Вот поэтому мы говорим, что здесь нужно поддержать дополнительно финансово эти семьи. Вы говорили еще и о большом количестве абортов, которые сегодня совершаются в Поморье. Вот вы считаете, что подобные меры, они как-то снизят эту статистику? Я соглашусь, что цифры по искусственному прерыванию беременности в Архангельской области достаточно высоки, если их сравнивать с Российской Федерацией. И скорее я склонюсь к мнению, что не меры социальной поддержки здесь сделают ключевую роль, а разъяснительная работа, просветительская работа. Поэтому практически в каждом муниципальном образовании, при клиниках мы стараемся создать службу сопровождения. Нам в этом вопросе очень много помогает православная церковь, проводя различные мероприятия, совещания, семинары, конкурсы, которые как раз женщин, прежде всего, останавливают, может быть, от тех шагов, которые скажутся в будущем очень негативно. Еще одно предложение в новый закон касается премии для многодетных семей. Признательность. Планируется увеличить ее сумму на какое число? На площадке рабочей группы, пока эта норма никак еще не закреплена, обсуждается сумма в размере 10 тысяч рублей. Вы считаете, это достаточно для многодетной большой семьи? Я знаете, что на это скажу. Кому-то жемчуг мелкий, а кому-то писер крупный. И здесь самое важное, что мы сделали шаг вперед, потому что сегодня эта выплата практически в два раза меньше. Я знаю, что в новом законе также будут прописаны и новые меры поддержки семей. Какие? Действительно. Вот мы сегодня уже поговорили с вами о самой, может быть, значимой мере. Это выплата для женщин, которые рожают первого ребеночка до 25 лет, с 22 лет. Мы очень активно, и пока еще не пришли ни к какому заключению, обсуждаем, что можно сделать для семей, не только воспитывающих детей до 18 лет, но и до 23 лет. Почему мы пока не приняли этих решений? Потому что они действительно финансово непростые. И не только финансово. Мы даже, может быть, не везде можем просчитать потенциальное количество получателей, а принимая любые важные решения, мы должны просчитывать риски, возможности бюджета, необходимость, потребность и так далее. В рамках рассмотрения нового законопроекта мы обсуждаем возможности индексации отдельных выплат, например, на дрова получения, те семьи, которые проживают с печным отоплением. Вот вы уже сказали про премию признательность. Идет рабочий процесс, и, скорее всего, какие-то новеллы могут еще появиться. Например, на последнем заседании нашей комиссии согласительной прозвучала такая идея, которую поддержали практически все. Сегодня, рассчитывая доходы семьи в качестве доходов, и учитываются те меры социальной поддержки, которые получает семьи по областному законодательству. Прозвучала кардинальная мера. Не нужно воспитывать еждивенчество, нужно оказывать необходимую помощь семьям, которые стараются заработать для своих семей как можно больше. И пришли к выводу, что, наверное, скорее всего, целесообразно не учитывать размеры пособий при расчете среднедушевого доходов на семью. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире телеканала ПС. Лена, здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос вашей гости. Да, пожалуйста. Екатерина Владимировна, скажите, у вас есть дети, вы мама, и чем занимаются сегодня они? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я счастливая мама. Своих я воспитываю двоих детей, но есть еще дети, к которым я отношусь тоже как к своим. Дети учатся, старший работает, кстати сказать, в российской армии. Служит по контракту. То есть эта тема вам понятна в полной мере? В полной, абсолютно. Екатерина Владимировна, очень большой резонанс вызвали подходы к введению критерия нуждаемости. Согласно новому закону, при предоставлении ряда мер социальной поддержки семьи с детьми. Вот что же такое критерий нуждаемости? Вот что удалось нам узнать, когда мы готовились к этой программе. Точного определения критериев нуждаемости в российском законодательстве нет. Под ними можно понимать и уровень денежных доходов человека, и его здоровье, и сиротство, и определенный возраст, и статус. В большинстве стран, в которых внедряется принцип нуждаемости, под ним подразумевается определенный уровень доходов. Если у человека доход ниже установленного размера, то он считается нуждающимся в государственной помощи и получает ее. А если выше, то нет. Это ПС-Информ, мы работаем в прямом эфире, телефон нашей редакции 639-717. И вот нам передали еще один вопрос. Ирина, 59 лет, спрашивает вас, существует ли сейчас бесплатный центр планирования семьи для молодых женщин в период подготовки к беременности? Да, такие центры есть и в областном центре, это актуально для жителей города Архангельска. И мы начинаем создавать такие центры при больницах в муниципалитетах. Ну, теперь мы давайте поговорим о критериях нуждаемости. Мы уже поняли, что в российском законодательстве четко не определено, что же это такое. Но тем интереснее узнать, как и кем критерий нуждаемости будет определен в Архангельской области. Вы абсолютно правильно сказали, что закон Российской Федерации субъектам предоставил право определять критерии нуждаемости. Но я не раз говорила и повторяю вновь, что этот критерий введен не для того, чтобы сэкономить бюджетные средства. Он введен для того, чтобы появился механизм, если он будет необходим, для перераспределения средств в пользу тех, кто в этом больше нуждается. Теперь кто это может сделать? Все критерии нуждаемости будут закреплены в областном законодательстве. А это значит, что предложения, которые войдут в закон, могут, например, и участники сегодняшней нашей встречи предлагать. Потому что работа над законопроектом не закончена. Идет активное его обсуждение на базе общественной нашей дружной команды. И я признательна всем, кто в ней работает. Более того, между первым и вторым чтением, как правило, разгорается дискуссия, выбираются наиболее оптимальные решения. И в конечном итоге правительство Архангельской области будет выполнять те решения, которые будут закреплены в областном законе. Екатерина Владимировна, еще один звонок мы сейчас будем с вами слушать. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, отслеживается как-то судьба детей после выпуска из детского дома? Вот, скажем, подруга моей дочки, которой 18 лет, попала в беду. Дети из детского дома получают достаточно большие пособия от государства. А эти пособия друг этой девушки снимает с карты, и девочка боится куда-то обратиться. Вот как помочь этой девочке? Она боится обратиться в милицию и так далее. Она запугана. Спасибо огромное за вопрос. Вы задали очень важную тему. Это готовность и способность ребят, которые выходят из государственных учреждений, адаптироваться в нашей повседневной жизни. Вы рассказываете конкретную историю. Я вас очень прошу, очень, чтобы незамедлительно обратились по этому вопросу в органы опеки и попечительства. Более того, если вдруг девочка не знает, где в муниципалитете находятся эти органы, обращайтесь прямо либо в Министерство образования Архангельской области, либо непосредственно в мою приемную. Давайте телефон сразу скажем. 288-124. Это телефон приемной заместителя-председателя правительства. И мне важно знать конкретные данные про ребенка. И поверьте, мы поможем восстановить нарушенные права этого ребенка. Даже если она уже стала совершеннолетней. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Еще раз напоминаю, 639-717. Это телефон нашего прямого эфира. Итак, критерий нуждаемости для поддержки семьи с детьми. Думается, он должен стать очень точным инструментом. А пользоваться им нужно будет предельно осторожно. Так, чтобы те, кто действительно сейчас нуждаются в материальной помощи, все-таки продолжали ее получать. Так какой показатель может лечь в основу критерия нуждаемости в поморье? Большинство экспертов говорят о такой шкале. От прожиточного минимума до среднедушевого дохода семьи. Для расчета среднедушевого дохода семьи необходимо просуммировать доходы всех членов семьи, полученные за три месяца предшествующих расчету. Разделить на три. Полученную величину разделить на количество членов семьи. Это и будет среднедушевой доход семьи. Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни в определенном субъекте страны. В каждом регионе свой прожиточный минимум. В Архангельской области он составляет в среднем на душу населения 12 880 рублей. Семья или одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России, считается малоимущим и имеет право на получение социальной поддержки. Екатерина Владимировна, на ваш взгляд, все-таки минимальный прожиточный минимум или среднедушевой доход именно в Архангельской области должен стать критерием нуждаемости? На мой взгляд, критерий должен быть тот, который защитит семьи с минимальными доходами. Все остальное, много, мало нельзя судить. Знаете, не существует единого мерила, у всех оно разное. Поэтому мы этот вопрос правительства Архангельской области вынесли на рассмотрение, опять же, нашей общественной комиссии и представили все варианты, не только от прожиточного минимума, а от МРОТа. Но, например, наша позиция, что МРОТ уж точно применять нельзя, это наименьший какой может быть вариант цифр, чуть больше 7 тысяч на сегодняшнюю секунду. А дальше, вы знаете, надо спросить прежде всего у жителей региона, что они считают оптимальной цифрой. Мы действительно в рамках площадки спорили, обсуждали, мы даже не спорили, мы высказывали мнение, мы высказывали суждение, но окончательное решение еще не принято. И я вас благодарю за возможность выступить в эфире, потому что я уверена, что к этой дискуссии присоединится еще большее количество людей. То есть вы готовы проводить некоторого рода общественные слушания? Естественно, и по-другому быть не может. Эти решения касаются семей с детьми. И как, прежде чем всего принимать решение, надо спрашивать их мнение. Хорошо, а на какие льготы или пособия могут быть введены критерии нуждаемости в Архангельской области в первую очередь? Вы знаете, на ряд пособий уже существуют критерии нуждаемости. Он введен еще тогда, когда об этом никто не говорил. Например, когда мы в 2005 году принимали областной закон и вводили ежемесячное пособие на ребенка региональное, уже был введен критерий прожиточного минимума. Поэтому какие-то выплаты сегодня уже определены, а какие-то выплаты как раз мы обсуждаем. Вот поделюсь информацией, которая была на последней площадке. Есть выплата для многодетных семей ежемесячное на питание. Так вот, мы считаем, что эту выплату трогать нельзя. Может быть, нецелесообразно. Когда мы начинали обсуждать подходы к новому областному закону, ситуация была даже еще не такой, как сегодня. Сегодня мы говорим, может быть, этого не стоит делать. Точно так же еще раньше мы определились с тем, что дополнительная выплата для детей, которые участвуют в спортивных мероприятиях, защищая честь региона, тоже не должна быть определена критериями нуждаемости, потому что это достаточно большие расходы для любой семьи. Есть сегодня ряд мер, которые не, так скажем, выставлены в рамках каких-то мер нуждаемости. Мы их назвали все и открыли дискуссию. Это, прежде всего, выплата пособия на ребенка, который посещает детский сад, посещающий, то есть компенсации 20, 50, 70 процентов. Но решений мы, я открою секрет, мы даже не обсуждали это еще в рамках нашей рабочей группы. Есть выплата на пособия детей, которые введены в нашем регионе, слава богу, в размере 2000, тем детям, у которых нет возможности посещать детский сад муниципальной собственности. Есть выплаты, которые касаются многодетных семей для приобретения формы. Есть выплаты, которые позволяют компенсировать затраты на проезд детей к месту учебы. Это, как правило, выплаты распространяются на период учебного года. Вот, пожалуй, все. Это совсем небольшой набор выплат, но он значительный, может быть, для какой-то семьи оказаться. Поэтому мы открыли дискуссию, готовы слушать мнения. Вот, кстати, Екатерина Владимировна, о дискуссии сразу несколько звонков раздалось, поэтому мы обобщаем этот вопрос. Как горожане могут присоединиться к дискуссии о критериях нуждаемости, куда обращаться с предложением? Ну, прежде всего, это социальный блок правительства, можно в мою приемную, можно в Министерство социальной защиты. Еще раз, давайте повторим телефон. 288-124. Мы с удовольствием выслушаем все предложения. У нас есть открытые ресурсы правительства, например, сайты, где мы очень часто получаем различные предложения и учитываем их в работе. У нас есть площадка, созданная при областном собрании, куда входят все представители, вернее, представители всех парламентских партий. Кому удобнее, из каких партий обратиться, пожалуйста, обращайтесь, эти все просьбы будут рассмотрены комиссией. На базе нашей площадки принимают, вернее, в работе нашей площадки принимают лидеры таких общественных организаций, которые представляют, например, интересы многодетных семей, вы знаете их. Интересы приемных семей, тоже известные личности. То есть можно даже через прокуратуру, я уже говорю, называю всех, кто активно участвует в нашем диалоге, и никогда не оставляет где-то какое-то мнение, которое получил в конкретной истории за пределами рассмотрения на нашей площадке. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, обращайтесь на сайт, кому как удобно, кто как более привык к каким-то обращениям. Мы не спешим с окончательным принятием законопроекта, хотя очень часто звучит поторапливайтесь, поторапливайтесь, может, внесете на мартовскую, на апрельскую сессию. И мы действительно не затягиваем этот процесс. Но в данном вопросе лучше взвесить все «за» и «против», чем принять какое-то поспешное решение. Хотя я хочу сказать всем нашим слушателям, что сегодня нормотворчество предполагает такой процесс, что могут быть изменены нормы права, принятые уже с какой-то задней, ну, более даты, которая уже состоялась. Ну, кстати, о среднедушевом доходе. Мы попытались рассчитать, как живет сегодня среднестатистическая архангельская семья. И вот, пожалуйста, какая арифметика у нас получилась. Двое работающих родителей, сын первоклассника, дочка трех лет. Бюджет этой семьи – 80 тысяч рублей в месяц. Как же они расходуют эти деньги? Общие траты. 20-25 тысяч рублей продукты питания. 9 тысяч рублей квартплата и услуги ЖКХ. 8 тысяч рублей развлечения. 7 тысяч рублей автомобиль. 1 тысяча рублей налоги, если разделить их в равных долях. Итого 50 тысяч рублей. Кроме этого, необходимые траты на детей. 15 тысяч рублей частный детский сад для дочери. 7 тысяч рублей взносов школы питания в школе. Секции для сына. 1 тысяча рублей игрушки. Итого 23 тысячи рублей. В остатке. 5 тысяч рублей прочие расходы и бытовые нужды. 2 тысячи рублей содержание кошки. Итого 7 тысяч. Как результат, в семье тратятся все заработанные средства. Без возможности отложить деньги на черный день или на отпуск. Вот так распределяется семейный бюджет одной из архангельских семей. Это при том, что глава семейства, в общем, трудится на нескольких работах. И я думаю, что так живут многие. В правиле эти люди лишатся мер соцподдержки, например, на посещение детьми детского сада. Лишатся ли не компенсации? Ну, давайте подразсуждаем. Давайте. Как должно и как может помочь государство конкретно этой семье? Вот я услышала информацию о том, что ребенок трех лет посещает частный детский сад. Прежде всего, обязанность сегодня государства состоит в том, что предоставить возможность этой семье, чтобы трехлетний ребенок посещал муниципальный детский сад. И только в том случае, если семья имеет возможность и какие-то особые мнения для посещения частного детского сада, это их право. Но государство обеспечивает возможность трех лет в муниципальный детский сад. Дальше. Много, мало, вообще не хочу рассуждать на эту тему. Я хотела бы привести пример еще одной семьи. Ну, чисто гипотетическая ситуация. Мама, одинокая мама, которая воспитывает ребеночка. И ребеночка достиг возраста полутора лет. Сегодня она будет получать ежемесячное пособие от работодателя в размере 50 рублей. Поэтому мне кажется, что в первую очередь надо помочь этой маме. Но это то, о чем вы говорили, что вот этот мерило, да, как критерий нуждаемости, она у каждого свое и распределить в пользу тех, кто нуждается больше в данной конкретной маме. Я подозреваю, что ваш вопрос был связан с тем, что попадет ли эта семья вот в конкретных этот расчет. Сегодня рано об этом говорить. Мы сможем сказать конкретно этой семье лишь тогда, когда будет принят областной закон, и будут определены точные подходы. Региональный законопроект о государственной поддержке семьи с детьми вызвал вопросы и у парламентариев. Именно в той его части, которая касается критериев нуждаемости. Да, согласно федеральному закону, область может самостоятельно вводить их по отдельным мерам социальной поддержки. Но депутаты говорят, что такие подходы приведут к снижению числа получателей пособий. К дискуссии о новом проекте областного закона присоединилась и депутат Государственной Думы России Ольга Епифанова. Получается, что если опираться на общедушевое потребление – это прожиточный минимум, то и лишать семью всего, то семья останется еще беднее, чем была. А более разумным, на мой взгляд, подходом существует общедушевое плюс необходимые траты с учетом инфляции продуктов, коммунальных платежей, билетов в отпуск, раздоровления детей на повышение бензина. Если сделать эту коррекцию, то это получится не меньше 20 тысяч рублей. И тогда, конечно, цифра больше 20 тысяч рублей будет более справедливой, потому что семья сможет не просто нищенски существовать, а хотя бы минимально себе что-то позволить. А так придется нам всем миром собирать, как мы сейчас на самом деле собираем для многодетных семей. Екатерина Владимировна, что можете ответить Ольге Николаевне? Ну, что-то сказать. Если, например, говорить о ежемесячном пособии на третьего ребенка, когда сегодня применяется критерий нуждаемости в размере среднедушевого, он составляет у нас, например, в декабре месяце больше 40 тысяч рублей, а средней по году 29, то 20 тысяч критерий нуждаемости. К этой выплате вводить не стоит. Если мы говорим о тех пособиях, которые еще пока не каким-то образом не обусловлены критерии, то, конечно же, это мнение, я уверена, что оно сформировано с учетом каких-то позиций, поэтому его обязательно надо учесть в дальнейшей нашей работе. 639-717, не устану повторить этот телефон, потому что тема важная, тема волнует очень многих. И вот еще один вопрос. Мария Колесова, мама пятерых детей, спрашивает. Область выдают многодетным семьям земельные участки под строительство, но строить на них никак. Нет коммуникаций, дорог, магазинов. Почему не дать семьям землю поближе к центру? Вы знаете, предоставление земельных участков действительно обусловлено разными позициями. Прежде всего, должны быть в наличии эти земельные участки. Разные муниципальные образования имеют разные возможности. Земельные участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. И эта инженерная инфраструктура не только дороги, свет, водопровод и так далее. Если мы пошли сейчас по пути, когда в ряде муниципалитетов по той или иной причине какие-то условия выполнить нельзя, то готовы уже в рамках рабочей группы рассматривать предложения о замене денежной компенсации. Пока эти предложения еще не сформулированы, но с учетом обращений и пожеланий многодетных семей мы сейчас действительно детально занимаемся, как сделать, чтобы это право было максимально полно реализовано. Давайте вернемся к критериям нуждаемости, к новому областному закону. В недавнем брифинге для журналистов вы сказали, главный посыл работы над новым законопроектом не экономия бюджетных средств. Но в контексте очень сложного бюджетного строительства, как мы все знаем, и в контексте получения регионам прав на введение критериев нуждаемости, очень много сомневающихся в том, что область не хочет взять и сэкономить на людях. Я предполагаю мнение скептиков об каких-то искушениях, но я вам напомню, что работа над бюджетом — это публичный процесс. И сегодня любой желающий может сравнить цифры, которые заложены во властном бюджете на 2016 год, и те, которые были заложены на 2015 год. Даже по объективным причинам, если бы мы не рассматривали изменения законодательства, эти объемы финансовых средств заложены уже с увеличением. К примеру, позиция на возмещение затрат по жилищно-коммунальным услугам, объективный рост тарифов, а в областных законах сегодня закреплены нормы в процентном соотношении. Например, для многодетных семей — 30%, для каких-то других категорий — 50% и другие цифры. Поэтому в абсолютных цифрах бюджет 2016 года, обеспечивающий в полном объеме все социальные выплаты, вы можете увидеть в открытом доступе. Позволю себе привести еще одну вашу цитату. Вы сказали, что не можете допустить принятие непродуманных решений, которые приведут к дополнительной нагрузке на бюджет и могут быть невыполнены. Что вы имели в виду? Я имею в виду желание некоторых людей в данный момент времени принять популистские меры. Поверьте мне, придумать можно все, что угодно, но любая инициатива, а тем более инициатива, которая обретет форму нормативно-правового акта, например, в виде областного закона, должна быть финансово обеспечена. В противном случае это, ну, кроме как популизмом, и более того, я считаю, преступностью назвать нельзя. Сегодня у всех тех, кто участвует в обсуждении нового областного закона, есть своя точка зрения на то, каким он должен быть. И вот, например, что думает депутат областного собрания Юрий Шаров. Если сейчас многодетная семья имеет право компенсации на одежду раз в год, на питание, на проезд и так далее, то в случае, если будет принят принцип нуждаемости, который привязан к одному прожиточному минимуму, составляющему примерно 13 тысяч рублей, то семья из пяти человек многодетных, да, папа, мама и три ребенка, получающие совокупный доход в семье, если будет больше 65 тысяч рублей, то они точно так же будут лишаться вот этого пособия. Мы выступаем категорически против. Мы позицию свою социальному блоку правительства Архангельской области выразили. К счастью, это не последняя работа согласительной комиссии. Мы договорились, что через 10 дней мы продолжим работу, найдем те аргументы, чтобы, если говорить о принципе нуждаемости, вводить его в региональное законодательство, был не один прожиточный минимум, а полтора, а может быть два. Итак, принцип... Итак, Юрий Вячеслав считает, что в основе критериев нуждаемости должен быть не один прожиточный минимум, а полтора-два. А бюджет выдержит такую нагрузку? Хочу вспомнить слова классика. Может быть, они не к этому случаю, но мне кажется, очень подходят. И для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Идет дискуссия. Мы с вами только что говорили о том, что мы открыты для диалога. Но вот это разные предложения, на которые все равно вам придется отвечать. Конечно. А возможности бюджета просчитаны в условиях 2015 года, где по ряду мер социальной поддержки не существовало принципа нуждаемости. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все участники дискуссии высказывали свои позиции с учетом жизненного опыта, обращений, не используя это ни для каких, знаете, каких-то дополнительных угроз, нервирования населения, которые, может быть, еще пока не почитал законопроект, которые не имеют возможности участвовать и слышать каждый день, какая разворачивается дискуссия. Не нужно пугать людей, нужно помогать, разъяснять позицию, в том числе с участием вас. 639-717, телефон нашего прямого эфира. И пока мы слушали Юрия Шарова, поступил звонок от пенсионера Александра Евгеньевича Шахина. Смотрю вашу программу и хотел бы поинтересоваться, какие льготы останутся у ветеранов. С удовольствием отвечу. Мне не нравится вопрос, в котором звучит «останутся». Прежде всего, все меры социальной поддержки, которые были в 2015 году, они сохраняются. И вы уже знаете, что в конце года была поддержана инициатива о том, чтобы проиндексировать выплаты на дрова. Если люди живут с печным отоплением, более того, я вам открою немножко, что сейчас готовится активно и обсуждается вопрос о мерах социальной поддержки, касаемых платы за капремонт. И он касается людей старше 70 лет. Итак, мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Дозвонились к нам по телефону редакции 639-717. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и задавайте свои вопросы. Виктор, очень приятно. Ваш вопрос. Мой вопрос. Почему сегодня Швейцария говорит, что можно не работать, а получать средства на жизнь? А мы все ищем, почему нам мало заплатить? Я бы, Виктор, конечно, с удовольствием ответила на вопрос. Я ничего не знаю о Швейцарии. Вот в рамках мер социальной поддержки. Просто там недавно приняли такой закон о том, что гражданам будут выплачивать достаточно крупную сумму денег. Просто так. Ну, мне действительно очень трудно прокомментировать все, что происходит в Швейцарии. Я больше переживаю за то, чтобы в России люди жили достойно. И я считаю, что мы принимаем те решения, которые сегодня можем позволить, исходя прежде всего в стабильности. Нельзя сделать так, чтобы сегодня в угоду каким-то политическим мероприятиям была провозглашена одна норма, а завтра вдруг кто-то выйдет с объяснением, что, извините, не получилось. Я считаю, что решения, которые принимаются сегодня, будут приниматься завтра, должны приниматься на долгий период времени, пока в этом есть нуждаемость. Вот у меня главный подход к этому вопросу. 639-717. Далее в эфире рекламный блог. После него мы продолжим нашу программу в прямом эфире. Звоните. Продолжение следует... Первый шаг к крепкому здоровью начинается с сети ортопедических салонов «Шак». Богатый выбор товаров марки «Орто» и «Орто Профэшнл». Корсетные пояса, бандажи и ортопедические стельки. С 20 по 23 февраля 2016 года скидка 23% на товары для мужчин. Клиника «Доктор Сорен». Диагностика и эффективное лечение нервной системы. Стрессы, неврозы, панические атаки, боли в спине, шее и конечностях поможет преодолеть невролог клиники «Доктор Сорен» на Карельской 37. Зимняя сказка снова в Архангельске. Меховые изделия для вас представят в торговом центре «Корона» с 9 по 14 февраля. Ждем вас! Это ПСИНФОРМ и мы продолжаем работать в прямом эфире. Наш телефон 639-717. Сегодня гости студии, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. И мы готовы принять очередной телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Алло? Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Зовут меня Сергей Толстопятков. Вот я хочу узнать, я инвалид третьей группы, мне выплачивают компенсацию к пенсии, а вот и сейчас мне дали ветерана труда. Почему мне за ветерана труда не выплачивают компенсацию к пенсии? Добрый вечер. У вас очень конкретный вопрос касается выплат. Я так понимаю, есть несколько оснований для получения тех или иных выплат. У нас в областном законодательстве по ряду мер социальной поддержки закреплена норма, что только по одному из оснований. Но я готова внимательно посмотреть вашу ситуацию. Для этого мне понадобятся персональные данные. Я думаю, что в студии мне с этим помогут. Конечно, обязательно. И вам обязательно перезвонят, чтобы детально просмотреть все, что касается его. Напоминаю, 639-717. Звоните и получайте свой ответ. Екатерина Владимировна, продолжая тему семьи, не могу вас не спросить о строительстве детских садов. До конца 2015 года правительству Архангельской области необходимо было ликвидировать очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Все согласно майским указам президента Владимира Путина. Удалось ли это сделать? Да, я с удовлетворением говорю, что на 1 января 2016 года эта задача была выполнена. И слава богу, что у нас продолжается жизнь, появляются новые детки. В январе появились новые детки, которым уже исполнилось 3 года и которые нуждаются в этой мере. Поэтому мы продолжаем строить детские сады. И вот, кстати, в Новодвинске уже в этом году для малышей распахнет свои двери новый детский сад. О том, как продвигается строительство, расскажут наши коллеги из телекомпании Норд ТВ. Им я и передаю слово. Здравствуйте, коллеги. Новодвинцы с нетерпением ждут окончания строительства детского сада на 280 мест. Попытки построить детский сад в Южном микрорайоне начались 12 лет назад. Тогда на месте сегодняшней стройки было забито несколько свай. Но, к сожалению, у города не хватало на это денег. Но благодаря федеральной программе Новодвинск получил средства на строительство. Работы начались в январе 2014 года. Сейчас здание готово на 80%. Сейчас осталась основная работа у нас получается на улице. То есть это благоустройство, асфальтирование, мафы, веранды и чистовая отделка. То есть серая отделка уже все по чистовой. Она сделана. Часть чистовой тоже уже сделана. Электрика. В принципе, всегда. В «Радуге» будет 8 подготовительных групп и 4 ясельных. В них смогут попасть 280 маленьких новодвинцев. Открытие нового детского сада решит одну из самых важных городских проблем. Очередь в дошкольные учреждения. Сейчас очередь формируется там. Ну, заявление пишут, начиная, так сказать, сразу по выходу из роддома. Вот поэтому реальная очередь, она практически должна исчезнуть с вводом этого детского сада. Дарья Евграфова, Егор Володенко, телекомпания НОР-ТВ. Екатерина Владимировна, а много ли детских садов появится в Архангельской области в этом году? Мы действительно завершаем ряд объектов, которые были начаты раньше. Вот, например, вы увидели замечательный детский сад в Новодвинске. Я была на этом объекте. Светлый, комфортный, современные условия. И в этом году новодвинские ребятишки пойдут в этот садик. Мы практически завершили детский сад в Виноградовском районе, Пежма, Вельск. Мы завершаем школу, детский сад в Каргополе. Это те объекты, которые уже точно будут введены в 2016 году. Кроме того, мы продолжаем объекты. Они будут введены чуть позже. Например, детский сад в Катунино. Недавно были приняты решения о необходимости нового детского сада в Турдеево. Мы говорим о необходимости, прежде всего, родителей в строительстве детского сада в районах города Архангельска, вновь застраиваемых. И сегодня вместе с мэрией у нас есть серьезные планы по реализации этих задач. Ну да, еще, в общем, свежи в памяти вот эти картинки, когда мамочки выходили с плакатами на площадь Ленина и к городской администрации. И продолжая эту тему, вот нашла я такой комментарий одного из архангелогородцев под новостью о том, что в прошлом году в области должны были построить 11 новых детских садов. Зачем строить новые, когда в Архангельске полно садиков заброшенных, отремонтировать их? Вот вам экономия госсредств. Вот действительно, а чем плохо такой вариант? Этот вариант очень хороший. Любые здания, которые ранее были под детские сады, предназначены, построены, были нами проревизированы. И по такому принципу мы пошли, например, детский сад на розочке. Мы запустили после его реконструкции. Еще ряд таких объектов. Но есть детские сады, которые сегодня уже не удовлетворяют либо нормам Санпина, либо после проведенной экспертизы мы понимаем, что восстановление садика гораздо затратнее, чем строительство нового. Поэтому я совершенно согласна с позицией горожан. И мы ее как раз руководствуемся в работе этими позициями. Но строить будут не только садики, но и школы, потому что запущена федеральная программа строительства школ в регионах. Вот здесь на что мы можем рассчитывать? Сколько и школ, и где будут построены? Действительно, школы у нас сформирована, прежде всего, программа региональная. Мы определились с теми объектами, где сегодня существует двухсменный режим работы. Самое большое число образовательных организаций – это в Архангельске, в Вельске, Няндаме, в Котласе. Я вам называю пример, знаете, такой ориентировочный порядок действий. Следующим этапом мы будем участвовать в программе, чтобы заменить те школы, построить новые те же школы, которые сегодня находятся в аварийном состоянии. Но программа рассчитана достаточно на долгий период, и мы будем ее выполнять поэтапно. Вот мне подсказывают, что мы вновь можем послушать вопрос от горожанина или от горожанки. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Раиса Петровна. Да, Раиса Петровна, пожалуйста, ваш вопрос. Вот у меня дочь приехала с другого города. И день у нее двое детей. Одна живет через 20 лет, и сыну 10 лет. А детские она не получает. Ей отказали. Так как она и с ней устроилась на работу. Раиса Петровна, здесь надо разобраться в ситуации, потому что у нас ряд мер социальной поддержки рассчитаны для семей, которые воспитывающие детей, независимо от того, где они проживают. Ну уж точно не по принципу, работает или не работает. А ряд мер социальной поддержки рассчитан на тех людей, которые проживают на территории Архангельской области постоянно. Поэтому давайте мы посмотрим детально, что за обстоятельства, почему, где отказали. Но я по-прежнему пользуюсь ситуацией, что я могу в этом помочь, если узнаю все подробно, в том числе с вашей помощью. Спасибо вам за вопрос. Спасибо большое. 639-717. Но теперь не могу не спросить вас вот о чем. Смена руководства в крупнейших учреждениях культуры. Архангельска, Краеведческий музей, Театр драмы, Северный морской музей, Поморская филармония. О чем говорит смена руководства этих крупнейших учреждений культуры? О том ли, что не выдержали испытания временем эти люди, о том, что им нужно развиваться и идти дальше? Или о том, что с приходом новых управленцев нас ждет рассвет культуры? Элина, я не сомневаюсь в том, что нас ждет рассвет культуры. Но я считаю, что неправильно искать черную кошку в темной комнате. У каждого из этих случаев, о которых вы сказали, своя причина. Кто-то ушел на другую работу, например, как руководитель филармонии. У кого-то закончился срочный контракт, у кого-то жизненные обстоятельства. Были так сложились, что надо уехать к семье. У кого-то это новое предложение по работе и более заманчивое. Я вам так скажу. Все, жизнь идет, в принципе, так же, как у вас в холдинге. У вас тоже меняются руководители, слава богу. Понятно. Давайте теперь отвлечемся от дел. Сегодня у вас, Екатерина Владимировна, есть уникальная возможность поздравить зрителей нашей программы с днем рождения. И вот кто уже завтра будет принимать поздравления. 11 февраля день рождения отметит журналистка Юлия Майданова. Также завтра юбилейный день рождения отметит член Организационной методической комиссии Городского совета ветеранов Галина Александровна Насекина. Екатерина Владимировна, что можете пожелать именинникам дня завтрашнего? Ну, прежде всего, я благодарю вас за такую возможность. И, конечно же, я хочу пожелать здоровья и благополучия. Пусть в семьях наших именинников, в семьях всех наших горожан царит мир, добро, любовь. Все будет хорошо. Екатерина Владимировна, спасибо за беседу, за полный ответ. И спасибо за то, что стали сегодня гостьем. Гости нашей студии. Надеюсь, до новых встреч. Я вас тоже благодарю. Далее в эфире блок региональных новостей. И сначала в Нырьянмар. Там пожар на улице Озерной, 16, оставил без крови жильцов многоквартирного дома в поселке Искателей. Сгоревшая половина дома не подлежит восстановлению. В ближайшее время администрации поселка будут переданы 10 квартир, предусмотренных для маневренного фонда. Коллеги-погорельцы из дома номер 16 по улице Озерная помогают перевозить уцелевшие вещи. Все, что осталось, помещается в мешки для мусора. Утварь, кое-какие бумаги, сумки с вещами. Мебель и техника сгорели. Благо, люди во время пожара не пострадали. Я с работы приехала, и мне позвонили где-то в 7-8 часу, что наш дом горит. Я срочно прибежала сюда. Здесь, конечно, уже все выгружали из того подъезда, мебель вытаскивали, а здесь уже все полыхало. В тушении пожара были задействованы 8 машин, водовозки, трактор и 44 пожарных. Это отделение противопожарного поста поселка Искателей и два отделения первой спасательной части города Наринмара. У нас была какая-то проблема. Это конструкция, сама особенность конструкции здания. Почему? Потому что здания деревянные. С наличием большого количества пустотных строительных конструкций огонь скрыто распространялся. Одна половина 50-метрового дома осталась невредима. Свою роль сыграла противопожарная стена. Поэтому жители первых двух подъездов останутся в своих квартирах. Третий и четвёртый подъезды – это 34 жителя – поселят в пункт временного пребывания на авиаторов 11А, а затем в район Вилладжа. Город мне отдаёт 10 квартир на Вилладже. Это муниципальный фонд наш, то есть посёлок Искателей. Мы заселим по Горельцев. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». А теперь новости от наших коллег из Северодвинска. Глава города Корабелов Михаил Гмырин встретился с молодыми учёными, готовыми жить и работать на своей малой родине. Валентина разрабатывает фактически возможные и оптимальные условия применения роботов на наших родах развития предприятия. Наталья Тимохина получила премию Ломоносова. Сегодня и благодарность за свои научные труды из рук главы города. На официальный приём к мэру Северодвинска Михаилу Гмырину пришли кандидаты наук, преподаватели вузов, специалисты городообразующих предприятий и две выпускницы школы номер 6, участницы федерального проекта «Умники и умницы». Всех их по праву можно назвать учёными. Школьная программа – это далеко не максимум, это самый-самый минимум. Мне кажется, если человек хочет чего-то добиться, ему нужно заниматься самообразованием. Чтобы молодые искатели оставались в городе, в Северодвинске создана система профориентационной работы. Уже с 6 класса ребёнку помогают задуматься над тем, как он может стать полезным именно родному городу. А система обучения, которую негласно называют «Завод в ТУС», и вовсе считается уникальной. Севмаштуц готовит кадры по целевой системе «Завод в ТУС» уже более 50 лет. В период Советского Союза все практически крупные предприятия страны готовили именно таким образом, целевым образом кадры для себя. Но, к сожалению, годы перестройки очень сильно изменили данные тенденции. Северодвинск данную систему сохранил. Михаил Гмырин обсудил с участниками встречи состояние северодвинской науки, проблемы и пути их решения. Все пришли к единогласному мнению, что в нашем городе большие возможности для развития. На этом сегодня ПС-Информ завершает свою работу в прямом эфире. Завтра в нашей студии разговор пойдет о том, как в Архангельске сохраняют память о защитниках Родины. Мы ожидаем увидеть руководителя общественной организации «Долг» Александра Лилетко, председателя Архангельского регионального отделения общественной организации семей погибших защитников Отечества Галину Лоскутову и заслуженного архитектора России Геннадия Лишенко. Повтор этого выпуска смотрите уже сегодня в 23 часа и завтра в 7 часов утра на канале ПС. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин